Три года, пять месяцев и четыре дня длился этот путь к победе Три года, пять месяцев и четыре дня длился этот путь к победе Создание латышских стрелковых частей началось в первые же дни после нападения нацистской Германии на Советский Союз Это были герои своего народа В рядах добровольческих рабочих батальонов и регулярных формирований Красной Армии в Великой Отечественной войне Служило более 75 тысяч жителей Латвии, в том числе почти 50 тысяч лопишей С 1944 по 1945 год на фронт ушли еще 57 тысяч жителей освобожденной Латвии Когда прибыл в Гаковецкие лагеря, то все это напоминало Латвию Там сосны, такие дзюны сосновые, по-латышски все говорили И я начал служить в запасном полку, в учебном батальоне Кончил учебный батальон, стал сержантом И в будущем году наш весь этот полк преобразовали в 308-ю стрелковую дивизию Прямо под авиакста, и мы форсировали авиакста под сильным немецким огнем Как мы начали воевать? Вся дивизия наша начала воевать Ведь в нашем 130-м латышском стрелковом корпусе были две дивизии 43-я гвардейская дивизия и 308-я краснознаменная дивизия 43-я дивизия, она получила звание гвардейской за оборону Москвы И в этой дивизии были большинство все эвакуированные из Латвии Вот, и большинство из них погибло И эта дивизия присвоили звание гвардейской дивизии 43-я гвардейская А вот я был в 308-й дивизии Как я говорю, комсоргом полка был Какое было настроение, какой был боевой дух у тех, кто освобождал свою родную землю от немецко-фашистских захватчиков Конечно, люди горели ненавистью к немецким оккупантам У многих погибли родные, близкие, семьи Люди стремились как можно быстрее изгнать немцев со своей родной земли И приступить к восстановлению мирной жизни Вот это была основа основ, которая двигала вот всеми, кто участвовал в боях за освобождение Латвии И за освобождение Елгавы в частности Идеологии, которые лежали в основе 130-го Латышского стрелкового корпуса и Латышского добровольческого легиона ВАФНСС Примириться никогда не смогут В Елгаве вот в июне 1941 года был сформирован батальон рабочей гвардии И этот батальон принимал участие в первых боях с немцами В том числе рабочие гвардейцы участвовали в ликвидации воздушного десанта Который немцы сбросили в окрестностях города А затем, когда ситуация на линии фронта изменилась не в пользу Красной армии И Красная армия была вынуждена отступить Из Елгавы ушел и батальон рабочей гвардии И вот этот батальон рабочей гвардии, отступив через Эстонию в направлении Российской Федерации Впоследствии тоже вступил как составная часть в состав 130-го Латышского стрелкового корпуса И, конечно, потери были огромные и в боях за Москву, и в других местах, где участвовали латышские стрелки с немецкими войсками Но, тем не менее, вот какая-то часть тех, кто ушел из города в июне 1941 года Вернулась в Елгаву летом-осенью 1944 года День за днем они приближали победу Попал в 191-й стрелковый полк 3-й батальон И стали обучать, еще был-то не обучен-то У нас служили в армии в Латвии с 18 лет Это с 18, а в России, по-моему, были тогда раньше в армии Ну, во всяком случае, в декабре месяца погрузили Это было, наверное, числа 3-го, 4-го декабря И под Москвой Там в метище нас выгрузили Ну, одели нас как следует Так мы были еще, по сути дела, по летнему Это там валенки, там шубы, файки В общем, одели, а мы же не провели к таким морозам Там были морозы около 40 градусов А у нас в Лата 15-го уже был страх А там, когда уже лишили 40, ну, думаю, как 40 можно выдержать? Ну, когда начали двигаться Мы шли, 5-го декабря началось наступление под Москвой И мы шли тогда еще вторым эшелоном Первые наступали, а мы вторые на замену Вступили в бой только 20-го декабря Это первые бои были Был я тогда пулеметчиком Максимка Так, вторым номером Наступали там в деревне Елагина было Там повоевали до числа 26-го, наверное, декабря Потом нас перебросили опять на другом направлении В дни войны латвийские жители и воины Советского Союза Собрали 4 миллиона рублей для строительства самолетов и танковой колонны «Латвийский стрелок» На эти деньги были созданы 10 танков Т-34, закончивших войну лишь 10 мая 1945 года в Праге Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской Советской Социалистической Республики Август Кирхенштейн Отправлял эту колонну под Старую Руссу, где бои не прекращались почти две зимы и два лета Снайпер-красноармеец Янис Вильхельмс поклялся бить врага до последнего вдоха Батальона комиссарс Мэйя Паснедз танку нодошанас акту С았습니다 Но воевать надо уметь А вот engine потерял 80 тысяч Да, в АФНСС правильно, они не были Бермахта, у них ведь такие правила были, командир дивизии должен быть немец, потому что он был судья, а судить мог только немец по национальности, аренец, командир полков был Латыши, а у нас командир корпус управления был Латыши. А в АФНСС и наш 130-й корпус сталкивались в боях? Ну как, все время, в Курлянском котлу, только не забыл, что Курлянский котел был, длина была, сколько, 160 километров, и сколько дивизий там, 19 дивизий, что могла занимать, 8 километров, и как Прешков сказал, они не одну наступательную и войну не вели, только оборонительную, ну что за война, войска. И все они знают, что были, у них руки в крови были, полицейские батальоны, из этого полицейского батальона, который они подавили в России и Белоруссии, этих людей мирных расстреливали и калечили. Из них вот сделали, в 43-м году создавали, это основа была, все шальжанский состав был ихний. Ну а под утро, значит, начали опять это наступление, и там получилось, я как-то заснул. И снились мне уже, помню, эти сни, как тепло, как приятно, как хорошо, довольна, и вдруг у не будет. Глянул командир полка, говорит, что, говорит, ты же замерзнешь, бегом. Ну побежал, говорит, а потом подошел, говорит, собрали там человек 20 и дали команду занять там позиции. И задача то, чтобы там, значит, задержать немцев, если будет наступление. Ну, я, да, и мне назначили командиром этой группы. Одним словом, там за это время, там у нас получилось так, что пока мы шли вторым эшелоном, части тыловые отстали, подвоз питания не было, а там деревни тоже пустые, они все были разрушены, где иногда найдешь картошку какую-то там, это мерзлую. Так что, по сути дела, и были и голодные тоже. Ну там, а потом начали кормить и сухой паек, и горячий, и все давали. Я помню первую кашу, когда сварил, еще понятия не знал, как варить. И пока варил, там вся каша вышла, там же на огне огне, а сколько надо туда добавить, понятия не имели. Я прошел вперед, занять эти позиции, смотрю назад, уже никого нет, пусто. Ну и думаю, а что дальше делать? Ну и тут вдруг, пока я думал, что это удар по голове, ну там была каска железная, шапка ушанка. Ну кричать, шуметь, во-первых, никого нету, кроме того немец рядом, я слышу его команды. Ну чувствую, кровь пошла, думаю, раз кровь идет, значит, что жив. Ну поползнулся, там подобрали уже в санчасть, ну и во всяком случае уже ночью я был в Москве, в госпитале. Ну там единственное, что просил, дайте мне только поспать. Мне не кушать ничего не хотел. Почему ползете, почему ползете? Товарищ четвертый, товарищ четвертый, давать нельзя, задача будет выполнена. Прошу подбросить карандаши и огурчиков. Прошу подбросить карандаши и огурчиков. Прошу подбросить карандаши и огурчиков. Погаиданзиņа сатрауцушас. Венмаргайдем Републикас партийс централās комитетс секретару Каунбейрзиņу у Латвии с тавтас комитетс комитетс секретару Каунбейрзиņу Вили Лаци. Прошу подбросить карандаши и огурчиков. Ко журчиков, которые витали на самом деле отбросить карандаши и огурчиков. А отбилдес я рот кау�ја. Велось 100 кау����������ѣ. Они казались ребяту отличные байцы. Вот. Ну и потом уже, когда в октябре, наверное, или в сентябре уже мы вступали в бой, это уже 42-й был, 42-й год. Ну, одним словом, там как раз оказалось, что эти танки уже понадобились, когда пошли в наступление, там эти три танка выползли из леса и на наши позиции. Ну, ребята тут две машины подбили быстро, третья развернулась и ушли, но сразу на наши позиции, конечно, был налет, тут многих повалило и многих ранено, в том числе меня ранено. Ну, и опять попал в госпиталь. Тогда я уже попал в госпиталь в Ярославль. Времени это было под Симоново деревня, это под Ленинградом в районе, или Старой Руси, вот там где-то в этом районе. Так, там всегда были тяжелые бои, и долго наша дивизия там участвовала. Это, по-моему, еще до марта 42-го года, и потом опять уже с юли, там с августа, там это то же самое. Вот, ну и после этого ранения вернули обратно эту дивизию, одним словом. Это было, наверное, уже в начале 42-го, 3-го или в конце 42-го года. Вот, там я получил уже взвод минометный, командир минометного взвода. Так, потом одно время перевели на фронте, организовали там батальон, учебный батальон, и мне назначили там в учебном батальоне для обучения минометчиков. В августе, по-моему, назначили мне командиром уже минометной роты, и отправили опять это на фронт. И вот уже с этого времени я уже все, все это время прошел с боями. 8-го марта 44-го года мне опять поздравили. Ну, там получилось еще удачно просто, балки по голове там этой землянки. Ну, тоже получилось там. В эту землянку, это занятый немецкий ДОТ, это был, где был штаб немецкий. Ну, когда я говорю, комбат, я говорю, слушай, это же гибель. Он говорит, я сказал командир полка, командир полка запретил уйти отсюда. Ну, я-то ушел. Я говорю, я же ему позиции там найду. А ночью звонит, это с 7-го на 8-го, говорит, приходи, готовиться наступлять. И вот там практически собралось три батальона, весь офицерский состав. Это полно, там вообще сидеть негде было. И я, когда пришел, уже там места не было, где-то сел на стол, около двери там это. И без пяти, примерно 10, первый снаряд прямо туда-то попал. Я помню, я первое, что крикнул ординард, но он еще тогда был, это после первого. А после второго снаряда я уже, я кликнул его, уже его не было. Кровь там, это голова на столе, крик, шум. Ну, я понял, что в лес сейчас это бесполезно, потому что друг на друга это быстрее перебьет. Но после третьего, когда получил по балке по голове, уже окно там было открыто, в двер, то я не хотел, считая том, что это напрямую, вот, когда-то было все-таки со стороны. Ну, я когда вышел из этого окна, за землянкой, я не знаю, куда идти. Так это штукнуло, наверное, что-то. Ну, я вижу там этот лес, думаю, надо туда, я туда побежал. А тут стрельба идет, ну, ложись, то есть, да, я не соображал. Ну, в общем, тоже там подобрали и в санчасть отвели, но, правда, там я это был быстро. Я три, наверное, там отлежал. Там же встретился с командиром отделения моей же роты, был рижерский парень, толковый такой, хороший боец. Ну, вот он был тяжело ранен, правда, там умер через несколько дней. И еще один погиб на месте там, тоже в это же время. Сформированная в июле 1943 года в Гороховецких лагерях 308-я латышская стрелковая дивизия и 43-я дивизия были объединены в 130-й латышский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Дитлава Брандклна. Там, где будем наступать, враг не устоит. Где будем обороняться, враг не пройдет. Клянемся, что с честью пронесем это боевое знамя через огни всех сражений до полного разгрома врага. Клянемся, что с честью пронесем это боевое знамя через огни всех сражений до полного разгрома. Пошел в военкомат, тоже попросил, чтобы меня направили, значит, это было декабрь, начало декабря 1942 года. И так я попал в 1942 году, в декабре месяце, в Гороховецкие лагеря. Там я находился всего не полных шесть месяцев. Я был зачислен в спецшколу и подготавливал нас в группу, значит, для партизанской борьбы, значит, на территории Латвии. И романтика, значит, ненавидишь немецкому, значит. И это все способствовало, значит, мое желание, значит, попасть в партизанские, значит, вот это движение. В Латвию я попал в 1943 году, был я в этом бригаде Самсона. Вас забрасывали на самолете как бы? На самолете, причем не очень, ну, удачно. А я только потом узнал, значит, что за этим самолетом, Дугласом, за которых переправляли, значит, группу, погнался немецкий истребитель. И пилот боялся, по-видимому, чтобы самолет не сбить, значит, со всей группой, значит, нас раньше выбросили. И выбросили нас в незнакомое место, значит, и это, конечно, вызвало больших трудностей, значит. Группа распалась, значит, нас там заграли, значит. Но, как бы ни было, значит, через месяц мы соединились, значит, группой партизан, значит, бригады Самсона. Знал его лично, и после войны мы встречались по общей работе даже. И считаю его, действительно, одного из, ну, таких достойных, значит, представителей латышского народа. Я был, значит, и подготовлен по-древному, значит, делал. Как Василий Макарачков. Но, к сожалению, значит, у нас, значит, одна акция, значит, на железной дороге, значит, что мы ходили небольшой группой минировать железную дорогу. Закончилось, значит, что мы наскочили на засаду. Я тогда, значит, был ранен. Ну, мне просто повезло. Значит, у меня автомат у нас, значит, был на длинных ремнях, значит. Он, значит, он, ну, висел на животе, чтобы автоматом можно было пользоваться, значит, не снимаясь, значит, да, да. И, значит, пуля попала, значит, вот в автомат. Значит, как раз это место, значит, где крючок. И я в первую очередь, значит, не понял, значит, что я ранен, значит, да. И немцы выбежали, значит, со стороны, значит, там горка такая была, значит, вроде хотели мне окружить, значит, но и я не мог стрелять, значит, и никак сначала не понял, почему, значит, мой автомат не работает. Мой товарищ, значит, вместе, вот по фамилии, значит, такой Миктор Кокоревич, Начинает меня ругать. Слушай, немцы от тебя находились, говорит, на расстоянии, чтобы ты стволом могли глаза выколоть. Почему ты по ним не стрелял? Говорит, я, видишь, меня стрелял по ним, значит, и этим он, говорит, помог отойти. Я ему, значит, поворачиваю, значит, это автоват и показываю, значит, что автоват, значит, а он говорит, о, вау, о, вау, о, чёрт, значит, и так. Смирно! КОНЕЦ КОНЕЦ По противнику! Огонь! По противнику! По противнику! Meinung, коздачу! из ригу узли ригу освободили амфибии особый батальон амфибий который форсировал кишки шоера и освобождали ригу так называемые части русские не латышский латышская дивизия вошла в ригу тогда когда рига уже было на следующий день освободили сразу зашли наши войска туда боях закруствовать мы участвовали закруствовать это добыл комсоргом батальона помню и помню такой эпизод благодаря которому я еле-еле остался жив штаб батальона помещался между такими поленицами поленья 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 там был начальник штаба рация связисты и мы с парторгом на это да сержант там вас парторгом зашли туда в этот штаб и начальник штаба уходите отсюда не мешайте нам работать вы здесь мешаете но мы обиделись думаю ну мы на тебя пожалуемся зашли за полейницу зашли за полейницу закурили и бам бомба прямо в этот штаб мы подошли все погибли до единого вот и батальоне в котором я воевал в конце уже как когда подошли к риге осталось всего 17 человек мы наступали на кружку потом перешли до даугову на левый берег дауговы и со стороны со стороны балдона подошли к риге с боями 3 прибалтийского фронта при прямом содействии войск 2 прибалтийского фронта развивая наступление сегодня 13 октября штурмом овладели столицей советской латвии городом рига сегодня 13 октября в 23 часа столица нашей родины москва от имени родины салютует доблестным войскам третьего и второго прибалтийских фронтов в том числе латышскому корпусу генерал майора бранд калм овладевшими столицей советской латвии городом рига встречали с цветами встречали потому что разное население было было население которое встречало немцев вот и было население которое с цветами встречала советских колдат то я ведь сам родился в резакне вот и латвия это была моя родина вот и все мои все мои детства все было связано с ригой и с резакной с латгалии вот я в латгалии ведь родился свободно на латгальский язык учился в латышской школе так что свою родину освобождал потом задержались в курзом в курляндии вот и в курляндии ведь было так что там на фронте с одной стороны были латышские легионеры которые бывали на стороне гитлера а с другой стороны наши были в резакне был центральная улица была разбита уничтожена была разбита школа гимназия где я учился была разбомблена и дом культуры был разбомблен больница была разбомблен в общем крупные здания были разрушены вот и население крепко изменилось вот все приезжие которые приехали с курзом и звездом и они уехали осталось в основном латгальское население вот евреи все были уничтожены ваша семья все мои родственники чего большого количества все были уничтожены остались родственники только которые жили за границей в россии в израиле ригу я увидел все на разрушение которые были в старой риге какие были разрушения рига очень мало пострадала потому что ее спасли не дали возможность немцам взорвать ригу ригу стремительно захватили со стороны киш озера это амфибии вот рига мало пострадала центральный только вот здание в самом центре в старой риге были разрушены помню рижане нас хорошо встречали помню хоть вечером ходили по улицам гулять главное наступление шла и дивизию получила наименование рижская так а так мы наступали по всей нашей территории мы ходили флангом и подаугав пыльши порезок на так но непосредственно в город мы не заходили практически с ригой тоже мы прикрывали отход немцев наступление шло с той стороны и до угол и а мы наступали с этой стороны и до угол и так и задача была перекрыть им дорогу осморскую чтобы они не могли перейти какой для вас ваших воспоминаниях самый тяжелый бой был вы знаете боев легкие практически не бывает это каждый бой это уникальная такая вещь ну как одного из командиров 130-го латвийского стрелкового корпуса безусловно нужно признать его героизм это герой латвии это настоящий патриот латвии настоящий патриот латышского народа и народа латвии мне представляется что и бранкал и атомар ошкал и многие многие другие латыши которые участвовали в борьбе с нацизмом они рано или поздно вернуться на то место на котором они должны быть это место героев латвии место патриотов латвии латвии и народа латвии и мне кажется вот именно это место они заслужили своей жизнью своим подвигом и она останется навсегда из воспоминаний владимира иосифовича клемашевского командира взвода отдельного саперного батальона 308 латышской стрелковой дивизии известно что вот здесь произошло в районе воздушного моста произошло первое боестолкновение причем немцы открыли огонь из артиллерийского орудия прямой наводкой сумели подбить автомашину с боеприпасами в автомашине в кузове находился расчет артиллерийского орудия все погибли клемашевский отдал приказ выгружать из горящей машины боеприпасы снаряды для того чтобы но они не сдетонировали не произошел более мощный взрыв вот и вот вот такое вот в памяти владимира иосифовича клемашевского осталось и я смог записать эти воспоминания в начале 90-х годов уже теперь прошлого столетия вот 14 15 октября еще шли бои хотя в это время уже в елгаву вступили представители органов советской власти во главе с председателем горисполкома рудольфом клейкер сам и ну на постепенно начала налаживаться мирная жизнь но тем не менее вот и остатки немцев еще были и город был частично минирован немецкими войсками по этой причине вот тот саперный батальон о котором я упомянул и в составе которого находился взвод клемашевского он сразу вот после 14 октября а именно 15 17 октября занимался разминированием обрушившегося после подрыва в реку дриксу автомобильного моста автодорожного моста из воды торчали фермы этого моста и немцы вот к этим фермам ну подвели заряды подвесили мины и вот бойцы возвода клемашевского занимались разминированием этого автодорожного моста разрушенного после этого у них было место дикла дислокации подвал елгавского дворца то есть в елгавском дворце они жили какое-то время опять же занимаясь разминированием как самого дворцового острова так и елгавского дворца вот то что связано с историей участия латышского стрелкового корпуса 130 в боях за освобождение города елгавы и один вопрос еще конечно были жертвы конечно были погибшие я уже упомянул артиллеристов до которые погибли после подрыва из артиллерийского орудия немецкого прямой наводкой автомашины с боеприпасами где они находились вот но владимир иосифович клемашевский вспоминает еще по что по мере движения вот 308 латышской стрелковой дивизии от риги келгаве по дороге их обстреливали и бомбили немецкие самолеты и именно во время одного из таких обстрелов значит заместитель командира взвода мартинш фамилию клемашевский не смог вспомнить принял решение перебежать на другую сторону дороги и клемашев и немцы как бы обстреливают из самолетов вот как бы эту дорогу и клемашевский кричит мартиншу мартинш постой ты куда а он не послушался и был буквально на месте убит сколько всего погибло солдат из вот 308 латышской стрелковой дивизии в боях при освобождении елгавы точную цифру я назвать не могу но на всех кладбищах братских кладбища где похоронены бойцы красной армии которые погибли в боях за освобождение елгавы а в общей сложности только на тех кладбищах которые находятся на территории города захоронены 2300 солдат красной армии в 2019 году вышла от 1 мая книга по истории елгавы эта книга была посвящена истории боев за освобождение города от немецко-фашистских оккупантов некоторое время назад была опубликована книга ветерана 130 латышского стрелкового корпуса полковника в отставке игоря брешка он со игоря брешка он со сейчас к сожалению покойного и в этой книге воспоминания игоря брешка он со о 130 латышском стрелковом корпусе была опубликована карта движения по территории латвии частей 130 латышского стрелкового корпуса и вот эта карта наглядно подтверждает что 308 латышская стрелковая дивизия после освобождения риги двигалась в направлении елгавы для того чтобы участвовать в заключительных боях за освобождение города от немецко-фашистских оккупантов 308 латышская стрелковая дивизия 130 корпуса ее боевой путь от риги к елгаве и затем от елгавы дальше в направлении курса на вот части 130 латышского стрелкового корпуса вступают в елгава вот четыре фотографии как раз по улице лело со стороны добельского шоссе они вступают в город ну вот улице лело носила название улице германа геринга уль самая красивая улица улица академия с которой раньше называлась улице дворцовой носила название адольфа гитлера но почему сегодня я в своей стране я оккупан почему разве они против немцев оккупировали латвии так так против кого я воевал наверно против немцев против других значит должно радовать слад а почему они это говорят что мы оккупанты что мы оккупировали эту землю а как можно было освободить латвию не не заняв эту эту территорию было бы свободной вот так а кстати и в книге майн камф у гитлера нет такого такой латвии не существует есть осланд они латы и в планах чтобы латыши здесь командовали плана гитлера не было но не жили они не знают об этом я читал как раз это майн камф так и я помню что написано журналисты и так далее я не может быть знаю я думаю что не не знаю но специально умолковать про доктрины розенберга а фред розенберга он был прибалтийский немец он был из эстонии у него доктрина была наши все должны были южную украину после побед германии здесь только остальные полк с дольче собеседет деветские корни немцы должны были жить а нас южной украине урожай убирать все работы поскольку латыши работливей все после вот это а хохол уже немножко сачкует а русских украинцев расстрелять все его доктрина была об этом не подумай что раз бы не было вообще такой народ как латыши а